я рада вас приветствовать на канале елена арибет привет всем из казахстана и в этом видео я хочу рассказать какие летние старты я села в основном все эти старты да не в основном а все эти старты я сделала в июле месяце у меня был отпуск хорошее настроение когда если не сейчас плюс у меня был один грандиозный финиш об этом будут в итогах июля к сожалению вовремя не успела снять видео за июль месяц так как я в июле два раза уезжала из дома в отпуск очень такой насыщенный месяц у меня интересный был несмотря на это у меня было много интересных стартов о которых я вам сейчас расскажу но вот сейчас август я снимаю лучше полно чем никогда и об итогах июля тоже планирую снять сегодня но видео выйдет чуть позже и так что же я начала вышивать в июле месяце в один день я сразу начала два процесса это было 5 июля был благоприятный лунный день я начала два процесса один процесс начала вот такой посмотрите это авторская схема от екатерины бесперстовой очень давно я покупала этих поваров начала вот начал вышивать этого называется секретный ингредиент посмотрите какой классный повар сидит что-то сочиняет он конечно же у всех этих поваров будут бокал вина и бутылочка вина и вот он пишет что уже не хватает ему на столе лежит сыр маслины книга с рецептами перчик чесночок листочки либо это мелиса либо еще что-то корзинки помидорки и так далее на полочке стоит может вино может быть соусы какие-то кто его знает очень нравится мне эти повара у меня четыре схемы я планирую вышить все четыре вот посмотреть у меня повар вот этот зацелованный так этот дегустатор этот я вот не помню как называется вот этот повар с бутылочка вина здесь сожалению я не могу вам увеличить и вот секретный ингредиент как видите у меня выше то 18,7 процентов на этом поваренки планируя вышивать их все четыре на одной основе и так что же за основа у меня у меня пермин вот такой интересный давно я его покупала покупала я его на шелковой нить и тогда он такой цвет благородно такой какой-то бордовый с коричневинкой я сейчас не помню точно номер цвета если кому-то будет очень сильно интересно я скажу и вышиваю я на перемене 28 каунта вот столько у меня уже вышли то очень красиво вот так поднимаю конечно просвечивается надо что-то подложить чтобы вам хорошо показать поближе вот так вот вот и здесь вот перемен уже ярче яркий такой к вы натуральный и вот на таком свете как красиво смотрится вышивала я всего лишь несколько дней привет всем большой девочкам из нашей рукодельной группы у нас совместник есть вышиваю на темной конве и вот я решила вступить когда если не сейчас в тсп долго играющие сп по средам мы выкладываем отчет добросовестно я каждую среду сдавала по моему две недельки я по чуть-чуть вышивала и продвигала но потом я уехала в отпуске процесс был отложен завтра среда поэтому сегодня завтра обязательно повышевать чтобы что-то показать продвижение вышипать вышивать я буду этот процесс не торопясь в удовольствие как говорит сусанночка и сусанночка привет если ты меня смотришь дорогая тихо-тихо по одной ниточки но в не по одной конечно но вот вышивать буду по чуть-чуть давно я хотела ну все лежит лежит ну что лежит если мне нравятся те повара как я хочу вышить я хочу вышить все четыре снизу будут у меня два вот как у меня было выложено фото я еще раз открою свой планшет покажу как я планирую может вы мне что-то посоветуете дельное так вот сверху будут у меня вот эти два повара первый то есть пришел попробовал ему так стало хорошо его зацеловали и он задумался что же за большевное такое вино какой здесь добавлен секретный ингредиент и он начал разбираться какой секретный ингредиент который дает такой ошеломляющий эффект скажем так вот планирую значит верху первые вторую повар так извините ну-ка я где-то у меня здесь должен быть карандаш ага конечно карандаш и конец сейчас минуточку а то я все пальцем до пальцем извиняюсь красиво и так первый второй повар снизу вот эти два получается этот у меня в правом нижнем углу вот я его начала вышивать секретный ингредиент хочу между поварами вот здесь у меня расстояние сделать какую-то выше рамочку дело в том что на схеме много красного цвета и зашивается красным полукрестом и вот где этот красный цвет я его зашивать не буду у меня будет основа я видела о бесперства и как девочки вышивали вот именно на вот подобной ткани и они не зашивали очень красиво смотрелось поэтому там где полукрест схеме я его зашивать не буду я буду оставлять основу еще раз сейчас я покажу вот особенно вот в этом поваре хорошо видно сейчас я вам покажу так вот кусочек съемки все показывать не буду кто его знает так ну вот посмотрите вот видите сколько полукреста вот такого таким цветом и я не буду этот полукрест зашивать будут основа но между схемами я хочу сделать какую-то рамочку из полукреста то есть вот каждый повар будет какой-то рамочки и вот будет одна такая работа на 4 повара не знаю когда ее вышью надеюсь когда-нибудь вы еще как у меня организован процесс вышиваю я на опять так как видите вот нурге также у меня станочек от нурге такой на котором я держу эти пяльцы удобно мне вышивать теперь у меня вот здесь извините так вот такой коробочки я вышиваю нитками схс здесь у меня все ниточки по цветам собраны здесь больше 30 цветов сейчас я скажу сколько вдруг кому-то интересно так и как видите вот так я организовала очень по-простому на навешала ниточки таком у меня хоть хаотичным сейчас беспорядки в рабочем заплела косы но это ниточки схс где-то что-то очень шелковистые они вытягиваются вытаскивается и мне пришлось завязать сначала я не завязывала я их так на повесила как у меня от лука свисят нитки так и заплетены но там они абсолютно все хорошо идут не не по путаются а эти вот скользкие они у меня из косы постоянно на ребят выскочить и так а что есть у меня я считаю мне же здесь вот написаны цвета получается так сколько цветов вот здесь если у меня 40 и здесь 8 48 цветов а 48 не используется здесь же у меня находится вот такая лука я постоянно подсматриваю все таки для меня несмотря на то что это 28 каунт перемен для меня мелковато нужно все-таки хороший свет я пришла к выводу вроде бы у меня стоит стоят две лампы и все равно мне света немножко не хватает ну и мелковато все таки перемен я смотрю ним здесь ниточки разного переплетения сами знаете ли он где-то точек где-то нет и боюсь я пропустить где-то ошибалась приходилось распарывать ну как-то так очень нравится сегодня планирую повышевать сейчас я уже села хотел другой процесс но вот это достала думаю завтра все-таки среда нужно сделать отчет уже как видите сразу по ходу сделаю бэк потому что бы это здесь достаточно так как это перемен бэк делается очень легко но вот так разлиновала думаю здесь буду парковаться ну так я ее особо и не использую я вышиваю ниточку до конца как получается а потом либо ее куда-то вот припарковываем потом вытаскиваю и вышиваю дальше где-то идти далеко без разметки боюсь тем более перемен так что вышиваю крем плотненько плотненько так размер работы размер работы размер работы 16,3 на 20 сантиметров то есть вот это вот посмотрите видим вот и вот она высота работы бот то есть у меня вот в эти пальцы помещается будет вся моя работа весь мой поваренок в принципе здесь вышивать не так много из всех четверых поваров которых которые у меня есть вот здесь больше всего идет стежков и крестиков в остальных поменьше и так это первый старт в этот же день 5 июля я делала второй старт не прощаюсь и следующий процесс что я вам показывал показываю свою работу которая вышивала но когда был год обезьяны это было по-моему шесть лет назад и вы вышивала вот такого красивого обезьянина это набор вышивки от рт о называется если б я был король вышила я его за 18 дней по-моему за 18 то есть не слишком долго может чуть больше здесь как видите достаточное количество бэксича текло обычно извиняюсь конечно отсвечивает вот этот фон вышивается полукрестом остальное все крестом помню как я и мучилась с этим процессом почему-то у меня так тяжело шоу как-то вот буквально на пенделях я его ушивала иначе не скажешь как-то не получила особого удовольствия наслаждение даже как-то мне было сложно вышивать и поэтому я достаточно долго откладывала вышивать парную работу к этому королю его принцессу и вот 5 июля я решила стартануть загадала там желание одно вот такой наборчик у меня особо склонная к романтики 16 год был год обезьяны нет ошиблась а получается это сколько лет назад сейчас 26 лет назад получается вот и покупала я этот наборчик сейчас по моему набору сняты с производства может быть через шесть лет когда опять будет год обезьяны может быть это рт о и повторить выпуск а так очень достаточно интересной разработки работа небольшая 17 на 22 сантиметра вышивается на конве 18 каунта и в наборах рт о ниточки dmc ниточки очень классные и все бы ничего может быть я бы или не начинает процесс но я нашла сагу осаго решает все конечно же и я стартанула на желание потихоньку потихоньку надеюсь эту работу закончить здесь также вся дама вышивается сетей цветочки на ней вышивается крестиком фон вышивается полукрестом я знаю что некоторые берут специально основу такого бежевого цвета и не вышивает но я ничего мне не стало я вышиваю так как есть так положу немножко вот сюда сторону и покажу что у меня уже выше то так вышивала я шесть дней и у меня уже 12 процентов то есть процесс движется быстро так как он небольшой как видите у меня здесь фон платье нашей девочки выше то уже очень нравится вышивать вот такими ниточками такими какими-то морской волны цвета ниточки классные крестики мелкие достаточно 18 каунт вышиваю на пяльцах нурке таких не небольшие вот недавно их покупала применила тоже в наборе была такая схема так как всегда камеру не заденешь не я так и ниточки вот нитки первая вторая планшетка по моему где-то есть еще кусочек третьей планшетки да вот она еще третья планшетка ниток и вышиваю я по саге набор процесс идет очень мне нравится магнитик посмотрите пожалуйста мне какой интересный мне подарили девочки нашей группе я показывал с мороженкой так вот такой процесс это старт номер два ну рассказывать о нем особо нечего на обратной стороне написала и желание действует будиться вот такая девушка у меня скоро получится это второй старт ну и третий у меня был финиш и четвертый уже тоже ошибки почти на больше чем на все процентов и так не прощаемся следующий старт это наборчик от жар птицы но вот такие шары с домиками очень мне они нравятся давно купила я в прошлом году но к новому году я и к сожалению так и не вышла и вот я поехала в отпуск в этом году и взяла с собой этот наборчик и в отпуске я их и вышила покажу я вам фото как смотрится эти шары на фоне природы как говорится единственное что я их не стала вырезать потому что все таки у меня там не было таких ножниц с которыми как говорится не жалко было порезать пластиковую карму и у меня встает вопрос что делать два шара или один сшить вот так их сделать один шарик двухсторонний или все-таки сделать два шарика как вы считаете очень полезный совет мне дала одна девушка сказала елка не резиновая и игрушек хочется вышить много вышивать двухсторонние поэтому сначала я была сто процентов уверена что я сделаю два шара все-таки даже не то что красивые обе стороны в плане того что не хочется сшивать сшивать приклеил фетр на обратную сторону сделал веревочку это все-таки быстрее чем ты пока это все сошьешь и так далее поэтому я из таких побуждений но теперь я думаю может быть все таки и сшить как рекомендует производитель но он рекомендует сшить в три нити по моему сложение белой ниткой по краю прошить я просто не представляю как я сюда буду эти три нити протаскивать все таки три нити когда ты протаскиваешь в любом случае будет проходить через дырочку шесть нитей а здесь уже нитка воткнута видите как это будет как-то так сложноватенько не знаю тоже послушаю ваши советы если у кого есть и давайте рассмотрим поближе не совсем дисклассно у меня французские узелки получились мне как-то у меня хорошо получается если у меня две руки свободные а здесь у меня одна рука все-таки держала канву и как-то так вот ну как получилось как говорится вот и такой вот сюжетик здесь красота красоте очень нравится с удовольствием вышила заказала еще наборчики себе от м по студии ой он по студии ну ну да же птицы это же по студии да да вот с рябинкой нравится тоже это набор не новинка старый и с рябинками тоже нравится так и еще новинки заказала конечно же вот это я вышила но не сказать что слишком быстро но и недолго где-то одно я вышивала дня четыре по моему или какую-то три какую-то четыре но с учетом того что все таки мы не сидели целый день в комнате мы были на природе гуляли отдыхали дышали воздухом купались загорали я и на пляже немножко повышевала но не так чтобы фанатично много ой как же мне нравится я даже вот сейчас смотрю не могу сказать какая мне нравится ночь или все-таки рассвет обе работы очень очень красивые если вы не вышивали у вас лежат за кромах берите начинайте и вышивайте эту работу так что такой-то крестик у меня есть подозрительный интересно сейчас смотрю не могу понять да он схеме тоже вот такой есть вот он что здесь такое непонятно что-то нужное наверное и так вот это получается третий старт июльский и финиш и четвертый и четвертый старт кстати я не сказала в том наборчике всех ниточек хватило достаточно осталось и когда начала вот этот наборчик я как-то почувствовала разницу в ниточках нет ниточки здесь короткие я знаю сейчас же птица делает нитки метровой нарезки у меня новый наборчик такой один есть я купила потом покажу вам в следующем видео когда июльские июльское видео выйдет это вот у меня в прошлом году я покупала набор нарезка еще короткая и здесь показались ниточки как-то лучшего качества но потом когда я стала вышивать вышивать и все-таки образуются маленькие катышки катышки все-таки это по-прежнему кировские ниточки очень надеюсь что производитель нас услышит и если будут в таких красивых разработках хорошие нитки гамма например намного лучше чем кировские по цене в принципе одинаково будут намного лучше конечно же но это для меня для кого-то эти ниточки хорошие для таких маленьких работ в принципе эти пойдут а вот все-таки у них есть такие красивые дизайны но из-за основы и ниток я их не покупаю которые там на конвей тут у меня есть совсем малюсенькие а вот что-то больше меня отталкивает нитки все-таки и основа и так я покупала наборчики у меня дед мороз и снегурочка от жар птицы красивейшая разработка и я 31 июля последний день июля начала вышивать вот этот наборчик была я еще в то время в отпуске и там же начала вышивать до 3 августа мы были в отпуске и я вышивала эту снегурочку но я ее не успела закончить потому что приехали мы домой а когда приехали домой меня ждал полный огород помидор началась борьба с урожаем и вышивать времени практически не было и так вот такую снегурочку я вышила вышила я ее уже получается ну в августе закончила и сейчас вышиваю вторую часть вчера вот начала вышивать вторую часть все-таки хочу я не откладывать а сразу все это дело закончит здесь торчит у меня вот если вы видите это бисерной иглой вот ну чтобы она мне потерялась это из наборчиков волшебной страны я теми ниточками и этой иголочкой я пришивала и пришивала бисеринки потому что бисерной иглы здесь на бой не было как видите используется бисер трех цветов и достаточно количество бэка вот такая красивая милаха снегурочка получается планирую я эту снегурочку все-таки конечно же сделать двухстороннюю вот я как вторую сторону вышиваю вышиваю по саге тот наборчик шарами я тоже по саге вышивала и хочу сделать на поставки я показывала в покупках я покупала поставочки такие как со снежинками снегурочка дед морозиком вот у меня стоят под елочкой ну надеюсь дед мороза тоже выше он дед мороз чуть-чуть выше снегурочки это 13 на 8 сантиметров дед мороз чуть-чуть повыше такие классные разработки я влюбилась в разработки от жар птицы купила новинки две скоро вам покажу и как я сказала с рябиной вот с этими ягодками шар тоже купила тоже мне очень нравится и в запасах у меня достаточное количество новогодних разработок что-то мне прям запало вышивать на пластиковые конве очень понравилось как-то раньше я вышивала но без особого удовольствия сейчас прям кайфую вот такая снегурочка клевая и пополняется мои новогодние игрушки у меня была такая цель план что в месяц хотя бы одну новогоднюю игрушку я должна вышить но выполняли свой план с тех пор как я его поставила уже достаточное количество игрушек я вышила надеюсь что и продолжим дальше вышивать ну вот это было все все мои старты лето июля я так думаю что в августе стартов у меня не будет потому что достаточно уже процессов буду их продвигать а на этом все спасибо всем огромное за внимание до новых встреч всем пока до новых встреч до новых встреч